Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за ПСЖ. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал и игровой канал РНТ. Так что приходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад, что всех там увидите. Ну что же, немножко я решил в новом году переформатировать ролики наши, так сказать, по плану. У нас в каждом ролике по карьере было по 4 матча, теперь давайте мы будем, в принципе, отыгрывать по одному месяцу. У нас вот как раз сейчас ноябрь месяц, и вот разницы не сильны, здесь будет как-то отличаться. Вот по обычному мы играли 4 матча, теперь вот сейчас вот в данном видеоролике будет 5. Как вы видите, сегодня у нас 5 матчей, 2 в Лиге Чемпионов домашней игры против Брюгги и против Манчестер-Сити. Также 2 выездные в Чемпионате Франции против Бордо и против Сан-Титена, и домашние в Чемпионате Франции против Нанто. Поэтому вот как-то так, я предлагаю против команд в Лиге Чемпионов играть первым нашим составом, вот он на ваших экранах. Ну а в Чемпионате будем играть уже вторым. Соперники вроде легкие, проходимые, поэтому будем играть там вторым составом. Итак, в прошлом матче вы без особого труда забили 4 в матче против клуба Брюгги, сможете снова их одолеть. Но они могут учиться на своих ошибках, ответим так. Вы только что провели тяжелый матч против клуба Лили, и теперь вас ждет игра с клубом Брюгги. С учетом тяжелого графика вы спланируете ротацию привычного состава. Я даже не знаю, изменение возможно, давайте ответим так. В последнее время ваша команда находится в прекрасной форме, да, и дальше мы сможем такую же форму поддерживать. Ну что же, мы идем сейчас на первом месте. Мы миновали половину группового этапа, и у нас лучший бомбардир это Киллиан Мбаппе. Идет он сейчас на второй строчке бомбардир в Лиге Чемпионов, 4 забитых мяча. Ну вот, давайте попробуем помочь. У нас Мбаппе вроде и в чемпионате высоко идет, но вот, я не знаю, здесь по формам-то все будет нормально или нет. Я бы лучше поменял нашу домашнюю ставлю. Вот у гостей и вот такая вот симпатичная выездная форма есть. Поэтому ПСЖ против Брюгги, поехали. Итак, четвертый тур, группового этапа Лиги Чемпионов, ПСЖ против Брюгги. Интереснейший матч, если я не ошибаюсь, в прошлом матче нашем, противостоянии против Брюгги, мы ввели со счетом 2-0, но потом все-таки пропустили. В итоге от Брюгги несколько мячей, а вот так вот уже на второй минуте Неймар выводит ПСЖ вперед. Очень хорошая атака сейчас прошла, быстрый пас на Неймара, сквозной мимо защитников и все. Неймару оставалось только убежать, но Акеллен Мбаппе записывает на свой счет голевую передачу. Отлично, здесь вот парашют. И все супер. 1-0. Неймар забивает свой уже второй мяч в Лиге Чемпионов в трех матчах. Месси через Вейна Алдума. Так, ну там было, кстати, нарушение. И Месси делает счет 2-0. У Мбаппе пока что хорошая статистика. За 6 минут он уже отдал две голевые передачи. Одну на Неймара, другую на Месси. Ну и счет уже 2-0. И Мбаппе. Мбаппе отдает хороший пас на Неймара. Все. И вот он этот момент. Мбаппе забивает пятый уже мяч для себя в этой Лиге Чемпионов. В итоге 3-0. Забили абсолютно все нападающие в нашей команде в данном составе. И Неймар, и Месси, и Мбаппе. Надеюсь, и Неймар мог и дубль забивать. Но решил, что лучше будет отыграть на Мбаппе. Который сейчас борется за первое место в списке бомбардиров Лиги Чемпионов. Этого матча, в принципе, известен. Да, это, мне кажется, еще было известно до начала группового этапа. И вот сейчас у Келяна Мбаппе есть хороший момент. И он делает дубль 4-0. 48-я минута. Это и так было понятно, что ПСЖ после прихода в команду таких лидеров, как Серхио Рамос, Лианель Месси, точно станет главным фаворитом и кандидатом на победу в Лиге Чемпионов. В реальной жизни, конечно, проблемы есть у парижан. Но у нас это просто шикарная команда. Мбаппе передача на Вейналдума. Ну а здесь еще и Вейналдум забивает пятый мяч. Вот так вот, без всякого, без всяких даже нервов сейчас получилось. Но в любом случае нервы потрепал, наверное, и себе, и болельщикам вот этим вот моментом. То, что и вратарь там вроде как отыграл, и это повезло, что мяч прямо на ногу отскочил. Все, давайте заменим Верати, дадим дорогу молодым, так сказать, из второго состава. Пусть поиграют, тем более уже матч сделан. 5-0 домашняя победа в Лиге Чемпионов. Вот забивает еще и Вейналдум. Разгромная домашняя победа ПСЖ в Лиге Чемпионов в четвертом туре на Дубрюге. 5-0, дубль Кильяна Мбаппе, гол Неймара, Месси и Вейналдума приносят победу Париса Джермену. Ну что же, что у нас по статистике. Мы наиграли на 6 мячей, Брюги на 1-то наиграли, но вот очень хорошо у нас Донорума, оборона, скорее всего, сыграли. По оценке Мбаппе лучший игрок, потому что поучаствовал абсолютно во всех сегодня голах. Дубль плюс 3 голевые передачи, шикарная статистика. Вейналдум, гол плюс пас, Неймар, гол плюс пас, Месси, 1 забитый мяч и все. Самый низкий рейтинг в нашей команде это у Донорумы. Но это и так понятно было, что вратарь у него и в принципе моментов там сильно не было. 3 удара было, 1 в створ, как говорится, хотя мы видим сейчас на картографии, что даже не в створ шел удар. Но в любом случае Донорума спас ворота, сухая для него победа, замечательно. Итак, сообщение у нас от Ким Пем Бе. Очень жаль, что вы так и не вывести меня на полишев. Это ваше решение, я понимаю, но я чувствовал, что могут играть отличный матч. Ротация очень важна, давайте вот так вот скажем. Но сейчас Ким Пем Бе будет играть все-таки, он же во втором составе. Так что сегодня у нас матчей второго состава даже побольше будет. Так, игроки у нас отправляются в сборную. Вейналдум в Голландию, Неймар в Бразилию, Икардио в Аргентину, Донорума и Верати в сборную Италии. Так, Дамьен Оливер. Дамьен Оливер. Смена позиции, да, он теперь у нас не левый фланговый, а просто. Левый защитник замечательно, очень потенциальный, надеюсь, игрок. Ну и сейчас выставим ему новую тренировку здесь. Так, а крайний защитник, так, он вообще никакие. Давайте оборонительный крайний, хоть одна скоростная характеристика будет прокачиваться. И также Лукас Буэт, тоже мою позицию с ПФЗ на правого защитника сделали. Ну и здесь 4 недели, одна, одна, одна везде. Ну и давайте атакующий, пусть будет у нас крайний защитник. Скоростные игроки нам на фланге нужны. Ну и в принципе пока что ни у кого из Молодежной Академии нету рейтинга 60+, и ни у кого нету потенциала ниже 90, поэтому пока что оставляем всех. Ну и также, да, все, это про Лукаса Буэта, что смену позиции он готов произвести. Ну что же, сейчас у нас играет второй состав против Бордо. Они идут на девятой строчке, у нас лучший бомбардир этой карты, у него 9 забитых мячей. Как раз он из второго вот состава. Ну а Месси, кстати, признан игроком месяца в октябре. Замечательно, поздравляем его с этим. Ну что же, вот таким составом вторым мы выходим на матч против Бордо. Сейчас у нас 36 очков, 12 побед из 12. Бордо против PSG, чемпионат Франции, поехали. Итак, Икарги, 9 забитых мячей, лучший бомбардир Лиги 1. Даже не знаю, что и сказать по поводу этого матча. Просто PSG стремится к тому, наверное, к тому самому рекорду Арсенала, когда, я не помню сколько, больше года вроде как Арсенал шли без поражений. Поэтому, ну, мы посмотрим. Пока что у нас, в принципе, очень хорошая статистика. Мы не то, что без поражений идем, мы даже без ничейных результатов. У нас все победы в чемпионате Франции и также все победы в Лиге чемпионов. Отдает на Демарию Икарди. Вот. Вот оно, это голевое чутье. Десятая минута. Икарди забивает уже десятый гол. Десятый гол, вы представляете, десятый гол забивает этот парень. А Месси сейчас только ноябрь идет. То есть, это уже очень хорошая результативность у нападающего. То есть, про Икарди вообще многие говорили, что зачем его из Интера в PSG. Ну, там, в принципе, из-за идеологических каких-то проблем с составом были. Больше, наверное, из-за отношения к аргентинцу и к его супруге, агенту. Но, в итоге, у нас он замечательно играет. Десять мячей в восьми матчах Лиги 1 он уже забил. И Икарди на Драксера. И вот он, этот момент. Икарди делает счет 2-0. Тридцать седьмая минута. Если я не ошибаюсь, в принципе, это второй удар Икарди в этом матче. Но он уже забивает дубль в сегодняшней встрече. В атаку Икарди хорошую передачу на Селлинга дает. Тот практически выход 1 на 1 и пас на Рафинью. Рафиня 3-0. Вот так вот не пожалел Рахим Стерлинг. Сейчас отдал практически на пустые уже ворота передачу на Рафинью. И тот делает счет 3-0. Стерлинг, конечно, я не знаю даже, как, в принципе, для него этот сезон будет складываться. Он и не забивает у нас часто Икарди эту роль на себя в этом составе взял. Но в любом случае, очень ключевой игрок в нашем вот втором составе. Рахим Стерлинг. И Мауру Икарди. Отличный момент. И хэт-трик. Хэт-трик Мауру Икарди. 69-я минута. Вот как раз тот самый сезон, может быть, для Мауру, который раскроет его. И мы постараемся, возможно, если и задумаемся об этом, продать Мауру Икарди после вот такого выдающегося сезона на более молодого, если уж можно так выразиться, более перспективного игрока. Потому что Мауру уже, в принципе, игрок с именем в Европе, можно было помоложе игрока найти, который, как минимум, на больших таких начинаниях. И почему бы именно в PSG бы ему не раскрыться? Но это именно как вот планы на будущее. Берет игру пока что на себя. И можно и слева и забить. Да, забивает Рахим Стерлинг. Это 5-0. Болельщики домашней команды, естественно, недовольны. Но, в принципе, ожидали. Что будет разгром. Хотя многие могли подумать, что а вдруг получится. А вдруг получится дать бой PSG. Давайте сделаю замену. Вместо Драксера выйдет Верати. Раз такую нам замену предложили, почему бы и нет. Драксер менял Верати в матче Лиги Чемпионов. А вот сейчас Верати выйдет в матче Чемпионата Франции. Финальный свисток. Очередная разгромная победа у PSG в сегодняшнем выпуске. 5-0. Разгромили мы Бордо. За три удара. Три гола у Мауру и Карди. Отличный матч показала наша команда. Ну и смотрим по статистике. Мы наиграли на 6 мячей. Ни одного удара, я так понимаю, там даже в створ не нанесли игроки Бордо. Поэтому ожидаемые голы 0,0. Что у нас сейчас по оценкам. Икарди получает оценку естественно 10,0. Три забитых мяча. Рафиня тоже десяточку получает. Гол плюс пас у Стервинга. Гол плюс пас. Драксер, которого мы заменили, отдал голевую передачу. И также голевая у Нуну Мендеша. Ну и как мы видим, в игру не вошли ни Киллиан Баппе, ни Марко Верати. Один отыграл 16 минут, другой всего лишь 12. Поэтому, ну вот как так. Ну и самый низкий рейтинг у игроков стартового состава, это у Киллиана. Конечно, у Киллиан, да. У Преснелла Кимпембе. Но в любом случае, практически все отыграли на оценку выше семерки. Это именно игроки стартового состава. Так, нам приходит предложение от сборной Мексики, чтобы мы возглавили их команду. И мы, к сожалению, вот отклоняем. Не того уровня, не мы, не вот наши вот ожидания, если вот именно брать тренерскую карьеру сборной. Поэтому сейчас у нас домашняя игра против Нанта. Они идут на девятой строчке, вроде и Бардо шли на девятой. Вот, но все так же у меня выйдет сейчас второй состав, потому что следующая у нас игра будет против Манчестер Сити в Лиге Чемпионов. Ну что же, PSG Nant, чемпионат Франции, поехали. Итак, PSG Nant, 14 тур, чемпионат Франции. В принципе, уже и говорить-то нечего. Просто очередной матч PSG, который они, скорее всего, выиграют. Так сказать, генеральная репетиция перед матчем, важным матчем в групповом этапе Лиги Чемпионов против Манчестер Сити. Так что очень странно, что в первом тайме ни одного забитого мяча команды не забили. И Икарди быстро открывает счет во втором тайме. 48-я минута, 49-ая там уже шла. Икарди забивает очередной мяч в Чемпионате Франции. И хорошая передача на Рахима Серлинга. Тот может убежать, у него это и получается. И хороший момент, и делает счет 2-0. Вот так вот во втором тайме раззабивался PSG. Драксер, хорошая передача на Серлинга. Проходит дальше Рахим Серлинг. Отличный момент. Пас на Икарди, и это 3-0. 66-я минута, дубль. Мауру Икарди, ну и счет разгромный 3-0. Рафиня. Мауру Икарди. Забивает очередной хэт-трик. 76-я минута, 4-0, 4 мяча. Забил PSG во втором тайме. Так что, если у кого-то были сомнения, то, скорее всего, были проблемы у PSG с реализацией в первом тайме. Но вот во втором, один за другим, практически, мячи залетают в ворота Нанта. Продолжает двигаться с мячом Икарди. Стерлинг. И у Стерлинга получается забить еще дубль. 5-0, 83-я минута. Третий матч уже подряд PSG забивает 15 мячей. 15 мячей и ни одного пока что пропущенного. Это очень хорошая статистика для них. Ну и снова давайте выпустим Кильяна Мбапе. Так, интересно, сейчас подача пошла на вас. Нет, все-таки забивает Нант. Это забил Симон. Пропустили мы вот как-то обидно вот эту вот атаку. И в итоге у Наваса пропущенный мяч. Победы сухую не будет. Минута еще есть, в принципе, у игроков. Парис Сен-Жермен, Кильян Мбапе. И вот просто протащил. И здесь Стерлинг забивает, я так понимаю, тоже хэт-трик. 93-я минута шла. 6-1. Счет. Ну и посмотрим сейчас под конец. В итоге в любом случае победа с разницей в 5 мячей мы обыграли Нант. Обидно, что пропустили в концовке. Вот и Карди за 4 удара забивает 3 мяча. Очередной у него хэт-трик в чемпионате Франции. Ну и что по статистике. Итак, мы наиграли на... Ну, можно округлить на 7 мячей. Нант на 2. Так что у нас хорошо отыграла оборона. Ну, если только вот не в пропущенном мяче. Ну и статистика. Лучшим игроком матча признан все-таки Мауро Икарди. Он поменьше, если так смотреть, отыграл на 10 минут, нежели чем Стерлинг. 3 гола. Одна голевая также и у Стерлинга. Голевая одна у Драксера. Одна у Рафини. И также голевая у Ди Марии. Что по игрокам? Ну, Нуменда 6.8 оценку получает. Вот. Так что самый низкий вот именно у него рейтинг из основных игроков. Итак, обновлен ежемесячный отчет скаута. Давайте посмотрим на подрастающую молодежь с потенциалом 90+. Мы только берем в нашу Академию. Я так понимаю, таких, ну вот, в принципе, вообще не было в этом месяце. Итак, пресс-конференция, посвященная матчу PSG против Manchester City. Сейчас Сити может с нами сравняться и будут делить первую строчку в группе. Так что нам надо постараться не допустить этого. Итак, Месси в последнее время находится в хорошей форме. Он будет чаще попадать в состав. Ротация очень важна. Ответим мы так. В прошлом матче вы без особого труда забили два мяча в матче против Manchester City. Но они могут учиться на своих ошибках. Поэтому, скажем так. И, как вы думаете, есть ли у клуба Manchester City шанс обыграть вашу команду? Давайте скажем, есть хорошая вероятность, что мы победим в этом противостоянии. Поэтому PSG против Manchester City мы играем дома. Стартуем нашим составом. Лига чемпионов там сейчас... Ну, кстати, Саллах сравнялся с Келяном Мбаппе. Вот, по шесть у них забитых мячей. Поэтому снова будем стараться играть через Мбаппе в матчах Лиги чемпионов. Дождь на стадионе. Поехали. Ну что же, Лига чемпионов. PSG принимает Manchester City. Битва шейхов, если можно так сказать. Ну и в предыдущем матче между этими двумя командами PSG держали верх. На этих от стадиума со счетом 2-0 был повержен Manchester City. И шикарный пас на Келяном Мбаппе. Тот уже на скорости просто решает пройтись и... и забивает. Я не знаю, будет на кого записан. Либо на Мбаппе, либо на Жоаканцело. Но факт остается фактом. 1-0. PSG выходит вперед. В матче Лиги чемпионов. Очень хорошо здесь на скорости Келяном Мбаппе отыграл. И все-таки, да, автогол Жоаканцело. Замечательно справился. И побежал в контратаку. Пас на Неймара. Ну и все. Это контратака Парисона Джермена. Передача на Мбаппе все-таки забивает. Все-таки в этот раз уже получилось забить мяч именно Келяном Мбаппе, а не Жоаканцело. И все-таки пропускает. Забивает Дебрюйны. Счет 2-1. 42-ая минута. Ну и вот Донорумы тоже минус матч в сухую. Хотя в Манчестере мы отыграли насухо. И удар Рауля. И сравнивает счет. 69-ая минута. Ну вот так. Хорошую игру показали горожане. После двух пропущенных не бросили играть. И сделали камбэк. Атака снова была хорошая. Верати. Неймар. И Неймар. Все-таки выводит вперед ПСЖ. 74-ая минута. 3-2. Арбитр не дает продолжить этот матч. Победа ПСЖ со счетом 3-2. Все-таки победить снова удалось. Это уже пятая победа ПСЖ в Лиге Чемпионов. Ну и посмотрим на статистику. Мы наиграли на 6 мячей. Манчестер Сити ровно на свои 2 мяча и наиграл. Лучшим игроком матча признан кто-то из Манчестер Сити. А у нас Неймар. Голублю спас. Мбаппе забитый мяч. И Леонель Месси голевая передача. Ну и хуже всех отыграл Маркинис. 6-3 у него оценка. Ну а лучшим игроком и в принципе в матче признан Рауль Хименес. Он один гол забил. Ну что же, у нас последний матч на сегодня. Играем против Сен-Ситиена. Я так понимаю, это последняя строчка чемпионата Франции. Сейчас 20-я. Ну, еще и пресс-конференция зачем-то. Начало сезона для вас было не самым удачным. И борьба за титул может казаться непростой. Сможете исправить ситуацию? Я вообще не понимаю, к чему этот вопрос. Мы сейчас идем без поражения вообще. У нас 14 матчей. Мы ни разу не проиграли. И мы в прекрасной форме. Ответим так. Минимальная победа в прошлом матче. Мы у клуба Сен-Титиен выиграем. Все-таки 20-я строчка. Ну что же, вторым составом мы выходим. Сен-Титиен против Париса Жермен. Поехали. Итак, очередной матч чемпионата Франции. Первая строчка. Встречаются против последней. Сен-Титиен принимает ПСЖ. Стерлинг разыгрывает с Димарией. Стерлинг. Неплохо. И подавать можно на дальнюю. Там Дракслер. И забивает. Отлично. Шестая минута. Очень хорошая атака вышла у ПСЖ. Ну и забитый мяч. Дракслер. Ой, Карди. На Стерлинга. И Рахим Стерлинг. В ближний можно забивать. Да. Даже здесь вратарь потащил. Но, к сожалению, сквозь руки этот мяч проходит. В итоге 2-0. ПСЖ переигрывает с Н-Титиен. Замечательно. Мауру и Карди. Выход. И забивает. Забивает аргентинец. 3-0. 39-я минута. Мауру и Карди забивает для себя. Первый гол в сегодняшней встрече. Ну и увеличивает для себя личный отрыв. Так. Диало. Неплохо. Данила Перейра. Прошел мяч. И Карди. Через Драксера. И вот теперь проходит. Забивает Драксер дубль сегодня. 4-0. ПСЖ уражится уже в первом тайме. Так. И это пенальти. Сразу же во втором тайме. На 49-й минуте. Ким Пим Бе грубо отыграл в штрафной. Ну и посмотрим. Уже третий матч подряд. Не может. ПСЖ. Отыграть насухо. Ну вот сейчас посмотрим. Получится ли. Отбить. И здесь даже в створ не пошел удар. Поэтому всего лишь только. В двух матчах. Пока что. Из пяти. В сегодняшних. ПСЖ пропустил. Все. Финальный свисток. 4-0. ПСЖ разгромил Сентетьен на выезде. Замечательная очередная победа. Итак. Что у нас по статистике. После этого матча. Мы наиграли на 7 мячей. Сентетьен на 2. Так что. Ну. В принципе. Неплохо. Себя мы показали. Лучшим игроком матча признан Серлинг. У него гол плюс пас. Драксер забил 2 мяча. Икарди тоже гол плюс пас. Ну и Демария отдал 1 голевую передачу. Хуже всех. Я так понимаю. Отыграл Диало и Дагба. У них оценка по 6.5. Итак. Приходит нам сообщение. Ежемесячный отчет. О молодежном нашем составе. Итак. Ну вот. Шарлеск Хамель. До свидания. 86-й уже потенциальный рейтинг. И также Дамьен Оливьер. Тоже до свидания. Вот пока что остаются вот эти ребята. Это Бруно Гроб. Валентин Митчелл. И Лукас Бувет. Так что у них и потенциал. У двух фланговых наших защитников. 94. Это вообще замечательно. Но. И все втроем они стремятся к оценке. И в принципе к рейтингу 60. Ну что же. На этом мы и заканчиваем сегодняшний выпуск. Ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жидон Стехи. Друзья. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова